ну что же друзья мы с вами в городе кармел by the sea в таком месте которое называется синик драйв вы можете сюда по карте посмотреть как попасть на эту улочку она очень прикольная очень симпатичная уходит вот влево от меня я тут за деревом спрятался чтоб солнышко нам не светило в глаза потому что солнышко вот прямо оттуда знать какая волна хорошая какой большой красивый пляж вот все замечательно и мы сейчас будем двигаться вот в ту сторону тут легко мы запарковались без проблем будем двигаться в ту сторону и смотреть на красивые замечательные дома вот по левую руку у нас и линию пляжей впереди единственно что вот действительно прямо справа так почти под 90 градусов светит солнышко так что мы будем ту сторону может быть больше когда тенек вот например как сейчас попали в тенек посмотрели на красоту правда ой красота а вот дерево какое знаете страшное дело вот такие тут у нас деревья вот что-то здесь строится и картинку нарисовали поставили будет вот таким менять так вот он собственно вот прорисовывается ну правильно когда у воды да так уже хочешь видеть как можно больше океана друзья вы не видите какой простор невероятный какой цвет вот этой воды потому что наверное когда волна идет а солнышко сзади она и так подсвечивает эту волну таким лазурным знаете невероятно красиво как скажешь не зря мы здесь правда у меня приезжал приятель можно сказать новый русский он был в восторге от кармеля да правда когда узнал что сколько стоит дома у нас приуме ну а это еще же их на рублевке дешевле у них дешевле дешевле друзья купите на рублевке в конце концов что да еще и билет да 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 это так и ребят это легко проверяется вы идете на зилу и мы так будем прохаживаться и так посматривать что почем какие цены вот смотри да вот у меня есть этот самый щас да давай он называется давай отойдем а там люди может разговаривать идем-идем-идем сейчас найдет его и скажу сколько стоит ну красиво камень такой хороший такой знаешь как французский шаттол какой-нибудь не но это долго мы мы идем пока дальше ну давай давай снимай в смысле изучая вопрос а вот такой маленький средиземноморский стиль черепичная крышка такой приземистый а за ним уже там по серьезному да вот там уже вторым ярусом вот он вверх потянулся это же там все балкончик стеклышки все дела участки земли под этими домами просто не микроскопически крохотные это может быть три соточки это может быть 4 соточки и вот это все стоит каких-то сказочных совершенно денег это практически самое дорогое место в кармеле с точки зрения вот стоимости недвижимости и тут видите новенькие уже постройки ну конечно когда уже такие деньги потратил так же не можешь дешевенько отстроить в таком месте когда земля такая дорогая вот мило очень очень мило гарик там погряз в интернет исследованиях а вот видите такой дом и там маш гараж у него внизу он там бах так выползает под углом из-под этого гаража из-под земли да о солидно эти понастроили 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 это очень прилично и так тоже гаражик внизу хорошо ну и совсем старенькие с крышей тут деревянные такие тоже есть да а чё ж дело такое сейчас будет тень и я из той тени развернусь на океан что-нибудь с той стороны поснимаю для вас вот и океан видите широченный пляж и так медленно уходит туда песочек в океан тут можно так долго ходить пока водичка так станет глубокий попытки гаррика подключиться к зило оборвались на подключении к интернету неужели сотовые не работают это поразительно нет он работает но он не находит ну да ну и ладно друзья всякие у кого есть доступ к интернету может пойти посмотреть вот вы видите как мало как мало места когда мы сбоку смотрим тут земли почти нет у них такое все очень очень ужата зажата тут на самом деле даже вот снести толком даже вот снесешь а строится негде наверное городские власти разрешают как-то там вот в таких условиях все-таки что-то построить потому что те нормы на застройку участка которые есть скажем вот кремниевой долине там где вы живем они довольно жесткие скажем ты не можешь застроить больше чем ну скажем в лос-алтесе больше чем половина участка а в маунтин ю больше чем я боюсь соврать там две трети такого плана из-за этого на меньшем участке в маунтин ю можно построить такой же том как на большем участке например в лос-алтесе из-за того что нормы другие девчонки симпатичны вот вы видите площадочку такую чтобы культурно сесть и понаблюдать из каждый дом по-своему интересный вот если вы обратите внимание на втором этаже это заборчик там такой но он из стекла вот я не знаю видно вам не видно это стекло тут шли мальчик с девочкой вот впереди вот они прошли они наклонились специально чтобы не мелькнуть у нас в камере вот такие интеллигентные дети по этой улице многие люди просто едут на машине и знак не спеша едут как шагом и показывают ну скажите показывают смотрят налево смотрят направо вот эти машины идет ведь так не спеша совсем идет тут правда и знак еще стоит что 15 миль то есть как бы не разгонишься вот она получается мы вам больше показываем такую недвижимость чем океан давайте океан вот вы видите лесенка тут спуститься можно от ребятам этот а вот мы этот в тени елочки ведь этот стою в тени елочки и вот вам показываю широченная полоса песчаная и народу много сегодня вы так который часто 6 вечера до 6 час вечера 516 есть народ нельзя сказать что народу нет но с другой стороны подъехал вот тут стал правильно и пошел на пляж вот тут лесенка тут не тоже нужно издалека откуда приходить красиво что сдается а там какой-то дом сдается но мы до табличка стоит ну ладно мы не будем снимать я думаю что здесь многие дома на самом деле именно сдаются то есть они так вот для этих целей гораздо больше денег можно заработать сдавая там на неделю там и на три дня чем например там на месяц или на на год но место классная правда кто бы отказался вот так отдохнуть с такими вот бойницами знаете шикарно так а тут пляж наконец-то мы видим этот пляж без того чтобы солнце било нам в глаза солнце у меня практически сейчас за спиной как-то вот так как-то так у нас изгиб дороги такой вот я задом задом рискуя наткнуться на кого-нибудь или вообще упасть с обрыва вам показывают пожалуйста вот он пляж вот они люди живущие в мире чистогана отдыхают наконец-то же более-менее лето наконец-то более-менее как-то стало тепло то знаете как ты все как-то не наступало лето мы продолжаем движение я снимаю на обычную камеру sony такую не миниатюрную а вот обычную свою и тут нет защиты от тряски как вот в моей там новый fdr 3000 значит что как как могу в как могу это же она не снимает и смысле она не снимает 4 кей она снимает просто 1080 но 60 кадров в минуту поэтому секунду ездить поэтому у нас будет возможность посмотреть может быть чуть чуть с лучшим качеством чем когда 30 кадров это заметно на самом деле так сравнить то вы увидите что разница некоторые есть а он там что-то даже продается но флайера нет коробочки от вижу издалека что там знак висит знак висит а значит флайера нету так более-менее вся улица упаркована но когда едешь место есть как как ни странно вот друзья до розмарин видите приличном месте сейчас я потру пальчиками и и ну сначала сам я для вас ой как как здорово оно для вас запахло в моих руках друзья вот это не то что люди здесь живут они просто проезжают и любуются красотами хотя конечно есть такие кто живет тоже хочу не жить когда деньги есть на стране хорошие вот чего не жить это очень 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 туристическое курортное место очень то есть кармел это даже не знаю с что можно было бы сравнить это это к очень знаковая обалденное прикольное место вы видите как люди балдеют принесли стол с бутыляками там со всеми делами посетите как люди отдыхают кому-то на дачу вы да но не все доходят до этот имеется ввиду что вот на дороге где я стою вот тут кто-то прямо сбросил знаете вот и и наверное на пляж или в машину это тоже бывает друзья не не все доходят как бы без потерь пользуюсь ситуацией в виде вот этого дерева развесистого которое защищает меня от прямых солнечных лучей показываю вам а вот видите тут крантик такой люди ноги моют там пришел с пляжа помыл ножки так вот красота я чувствую что здесь конечно строительные коды сильно отличаются от тех мест где мы живем то есть у нас бы такой ответ у нас бы вот такое разрешили построить вот с паркингом под домом там я не знаю это что нужно было бы и с таким практически никаким расстоянием между домами между участками посмотрите насколько насколько там между ними нет ничего понимаете вот вообще вот они стоят между ними полметра да не у нас так не у нас так нельзя да вот и здесь то же самое можно руку протянуть или скажем так можно из двух единиц недвижимость протянуть друг другу руку и поздороваться а это уже целая улица между ними а мама родная это не улица это по идее гараж там сзади стоит как интересно там сзади гараж но проехать в этот гараж уже нельзя потому что там построили крылечко вы видите да то есть была когда-то дорога вообще потрясающе была дорога а потом построили крылечко вот это или что это я даже не как это назвать во всяком случае может там гараже какая-то картинная галерея сейчас я не знаю ну так просто не проехать да вы видите улочки подходят влево там город уже туда идет но вот они идем мы так мимо проходим а вам я очень советую вы когда приедете походите тут походите по этим улочкам не все же вам вдоль пляжи то здесь какая красота ну а знаете сколько там этой красоты вот если туда подальше ой вот тут такая площадочка для отдыха так сидишь благородно все очень на культурно вот так сидишь хорошо берите друзей друзья и сюда главное еду с собой не берите а ходите в ресторанчик это очень важно чтобы приобщиться так так много домов вот из этого камня такого бело-желтого видите тут тоже что-то продается но тоже нету флайера что-то нету флайера коробка есть флайера нет а вот такое же современники знаете как из стекла хотя у меня такое ощущение что каменная часть она и раньше была а со стеклом они что-то намудрили в последнее время такое впечатление вот еще вот это действительно вот этот белый камень создает ощущение вот этого шато понимаете шато карамель что такое вот да ну прелесть вообще это такого размера домина я вам хочу сказать я с ужасом думаю сколько же это стоит такое понимаете это вообще невероятно земли много вот тоже такой очень симпатичный красивый да как-то у нас вот из-за солнышка с той стороны мы с вами больше смотрим на недвижимость хотя я думаю друзья что мы совершенно ничего на этом не потеряли изгибы дороги дает нам возможность зайти с другой стороны вот смотрите а тут тоже домик до прямо уже вот там вода а вот тут вот это вот хозяйство так вот красиво расположилась давайте глянем раз солнце в глаза не бьет глянем на пляж вот отсюда вот она победить по моей тени откуда солнышко хорошо есть народ чем много народу которые в воде совершенно без вот этих вот костюмов согревающих а так просто вот плавочка я вряд ли так думаю вода очень теплая ну как-то народ как знаете не боится холода привыкается не знаю как объяснить не знаю пахнет очень водорослими вот они тут скопились видите эти черные вот они скопились и запашок присутствует тут целые прямо то скульптурные группы друзья если вы так поближе бы подойти бы бы тоже увидели вот вот тут пожалуйста это явно Мэри Поппинс с детьми да? ну похоже на Мэри Поппинс да а это детки эти вот может быть и вот тут она с зонтиком давайте мы наедем на на этот монумент вот он с зонтиком смотрите сами кто это неужели это Мэри Поппинс я не знаю но вот она тут есть а чё как-то красиво жить не запретишь правильно? я хочу сказать что кроме самой Мэри Поппинс там вот в паркинг такой интересный обнаруживается да вот если так за воротами то вы видите я как прям по партизански вот так влезаю вот и вот для вас так вот снимаю всякую красоту да богато богато друзья есть на что посмотреть и сказать их ё-моё правда? вот ну и вот кто из вас отказался бы в таком жить ну друзья скажу если бы вы знали сколько надо платить за это просто налогов то вы скажете допустим вам кто-то наследство оставил в этом месте и говорит вот наследство и вы говорите можете жить вы скажете а нафиг надо там не знаю там по пятьдесят тысяч год платить только налог на собственность знаете не убеждает знаете а то и по семьдесят зависит ну конечно можно продать заплатить налоги половину и так остальные просто прожить тихо тоже можно осталось только чтобы кто-то вам оставил что-то такое в наследстве вот оттуда мы пришли вот видите эту широкую песчаную полосу вот мы шли-шли оттуда шли а вот если посмотреть тут есть такой как бы круг вот он вот это такое место где Ocean Avenue втыкается в берег, в пляж но мы немножко проверили вот здесь оставили машину и пошли пошли гулять по берегу смотрите какой контраст вот типа дача помещенец типа дача тоже стоит денег никто не говорит но вот этот вот этот а друзья невольно вызывает восхищение я бы сказал мало того вот эти очаровательные милые люди там сидят и можно сказать тихо там балдеют не обращают ни на кого внимания это правильно много тут ходит всяких вот так они сидят что-то там не знаю может быть в своих салфонах уткнулись и сидят вот мы двигаемся небольшой группой и так вот лицезреем а вот пожалуйста тут ступеньки такие на парапете там на парапете птичка сидит а еще правее там из-под парапета типа выглядывает кто-то я не знаю Гарри говорит что это девушка ну я не знаю там ну пусть будет девушка так романтично выглядывает а это уже друзья уровня Герри Поттеровского тут что-то такое знаете чувствуется что может там какие-то силы внеземные поучаствовали видите как не просто все очень не просто я стою у заборчик такого ну вот если поднять камеру немножко над заборчиком вот там будет вот так видите там на я на утесе давайте мы наедем камерой на это сооружение ой 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 вот всегда вопрос там а что если вдруг с океана чего или там более такое бытовое а где парковаться гостям например если приедут и вот не пахнут ли вот эти водоросли тоже то есть ой боюсь пахнут вот это напоминает чем-то может быть знаешь пионерский лагерь или какой-то профсоюзный санаторий правда ну только спецунды хотя елка другая елка ну вот что-то есть такое знаешь вот как-то перекликается с нашим прошлым радостная такая обстановка атмосфера да да правит драйв то есть типа нифига заезжать и правильно а то сейчас заедут ты что заедешь а он говорит потерялся я а нечего вот цепочка висит не теряйся правильно вот оно так с другой стороны немножко так грустно конечно стоит тоже что-то в этом есть сказочное такое колдовское в таком месте добрыми делами не занимаются света и не может быть занимаются но кажется так субъективно строится домик друзья хорошо строится туда в глубину ну здесь действительно они не не широкие фронты но в данном случае пошире чем где-то еще но в общем вот так вот все это в глубину туда идет что неплохо а вот рядом уже вполне построенная действительно здесь пошире пошире фронт мы не знаем насколько он там в глубину но вообще-то мы отошли уже от самого такого прикольного престижного крутого немножко в сторону поэтому здесь чуть-чуть попроще чуть-чуть попроще но тоже люди строятся видите деньги есть сейчас такое время когда у многих деньги есть хорошо зарабатывается так а это что ну в смысле хорошо и для кого-то это очень прилично зарабатывать вот такой прям тадж-махал такой е-мое приличный очень приличный тадж-махал а мы глянули тут погуглили этот дом в пятнадцатом году в 2015 был продан за 6,9 миллиона долларов а сейчас они его расфигачили и перестраивают вообще странная такая дикий такой кустарник ну вряд ли он совсем дикий но вот за ним какая-то сыраюшка каменная а там такая башенка принцессу вот посадить чтоб на дорогу смотрела а это уже для современных принцесс вот это честно сказать конструктивная деталь вот это это не для не для того чтобы машина проезжала но для чего вот это вот стеклянная часть я честно говоря не знаю очередной раз мы друзья прячемся за деревом от солнечных лучей прямых и смотрим что тут у нас на утесе вот вот тут еще так что друзья если вы оказались где-то вот тут в северной калифорнии и вам нужно там на выходных или там где чего на нашагать свои десять тысяч шагов ну двенадцать пятнадцать приходите сюда тут есть где пройтись получить удовольствие от жизни тут на самом деле очень много таких мест я не хочу сказать что кармел это единственное очень хорошо гуляется рядышком вот в районе этих вот 17 miles drive и Pacific Grove и так далее ну вот просто одно из мест где вы получите большое удовольствие погуляв немножко может быть квартал в глубину там два квартала в глубину возьмете в одну сторону в другую погуляете вам понравится я надеюсь что наш репортаж как бы этому способствует счастливо и до новых встреч субтитры и субтитры и субтитры субтитры Продолжение следует...